Англия Дом вылез на набережную, стоит, обсыхает. Вокруг бездомные спортсмены, ротозеи, английская королева Едет со свитой Виндзорский замок, есть утреннюю овсянку. Подходит полицейский? Сэр, говорит полицейский. Англия, спрашивает Дом. Англия, сэр. Лондон? Лондон, сэр. Тут домам стоять не положено, сэр. Мне на Бейкер-стрит, говорит Дом, к Шерлоку Холмсу, с пигмейми разобраться. Тут рядом, сэр, говорит полицейский. Амнибус номер семь, сэр, за углом, сэр. Но, говорят, мистер Холмс уже того. Переехал. И тут из тумана выплывает роскошный красный двухэтажный амнибус со сверкающими фарами, рубчатыми шинами. Дом сразу влюбился. Потому что в Англии все англичане знают. Амнибусы даже красивее, чем эти француженки, а может и итальянки, вместе взятые. И влюбленный Дом целый день, ну, мотаться за этим амнибусом по всему Лондону. Почище такси. Амнибус, признаться, тоже заинтересовался домом. Но дом, во-первых, явно безработный. А во-вторых, по виду иммигрант. Понаехала тут, делился амнибус номер семь с подругой, амнибусом номер пять. И вообще, какой ты желтый, облезлый, ни кепи тебе, ни тросточки. Просто оборванец. Тогда дом пошел в парикмахерскую. Выстриг хайр. Перекрасился в цвет английской телефонной будки. Купил твидовое английское кепи, клюшку для гольфа. И пошел на остановку. Встал, стоит, поджидает. Подъезжает амнибус. И, ох, понятно, сердце амнибуса номер семь разбито. Потому что такому дому в клетчатой кепке с красным хайром и клюшкой для гольфа ни один амнибус не откажет. У дома с амнибусом начался бурный роман. Но каждое утро нужно было есть овсянку. Амнибус так и кричал из кухни. Овсянка, сэр! Ну, неделя овсянка. Две недели овсянка. А кто выдержит три недели? Дом не выдержал. Жильцы тоже. А кто их другим кормить будет? Эту овсянку жильцы уже из окон выливали. Прохожие расстраивались. Ну, ладно, если ты джентльмен, и тебе каша на котелок вывалилась. А если нет, тогда зашиворот. Мне очень-то приятно. Я бы, например, не хотел ходить весь овсянки. Мало бы королеве-матери пошли. Дом расстраивался. К тому же дом заметил, что амнибус в последнее время как-то странно посматривает на телефонную будку на углу гайдпарка и Бейкер-стрит. И дом, уже сытый этим женскими коварствами, а еще и вспомнивший про пигмеев папы, решил пойти, куда глаза глядят. А хоть и к пигмеям. И жильцы на пигмеев согласились. И дом пошел на все четыре стороны, к океану. В Англии в какую сторону не иди, везде океан. И поплыл прямиком к пигмеям. Но коварные Тарамонтана, Муссон и Пассат разом утащили дом в Индию. А дом и не расстраивался. Там тоже слоным таращился дом в Википедию. Может и поменьше ростом, зато уши у них больше. И с виду словно немного увядшие лопухи. Мне, к примеру, такое больше нравится. Приплыл. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ